Александр Ильич, в преддверии 4 ноября наш телеканал готовит цикл интервью с различными значимыми людьми нашего региона. И вот расскажите, как вы относитесь к этому празднику, насколько он вообще важен для Ярославской области и для страны в целом? Конечно, в первую очередь для страны в целом, потому что это один из немногих праздников, которые служат сплочению всей страны и всех, кто по-честному считает себя гражданами Российской Федерации и готов и обязанности свои исполнять и соответственно всеми правами пользоваться как гражданин великой страны. И на самом деле многие праздники ушли от нас, потому что они слишком политизированы или они не служат вот такой объединению всех, кто живет в этой стране, в нашей стране. Поэтому это важно, это действительно праздник, это праздник, который позволяет нам чувствовать себя гражданами. И, конечно, эти праздничные дни, наверное, являются еще и сплочением перед теми вызовами, которые еще стоят перед нами, поэтому я здесь вот это и так еще рассматриваю. Вы прекрасно знаете, что сейчас достаточно сложная ситуация, и если у нас будут общие объединительные мотивы, и праздничные в том числе, и объединенные тем, что мы должны чувствовать национальные цели и думать о том, кем мы являемся, каждый и все вместе, вот, наверное, тогда это будет действительно праздником, который позволит нам двигаться вперед и двигаться как огромная, большая страна, единая. И мне кажется, что этот праздник еще и демонстрация того, что единство нашей страны, это тоже большая ценность. И вот это нужно сберегать. И, наверное, это одна из самых больших ценностей, которые есть у всех одновременно. Какую роль Ярославль сыграл в событиях тех лет, и почему настолько важен именно этот центр? Конечно же, наши историки хорошо знают, и не только наши историки, все хорошо знают, что Ярославль была одна из точек, где ополчение Минина и Пожарского готовилось к тому, чтобы положить конец смуте. И исторические события 1612 года, конечно, для ярославцев являются очень важными. Это позволит нам причислить себя к столицам, к столицам той страны, которую мы сейчас видим, и к столицам историческим. И для каждого ярославца, наверное, это очень значимый и еще и личный праздник, потому что мы все имеем малую родину. И мы, как университет, проводили много конференций, которые позволяли изучать это время, делать соответствующий анализ, выводы, вот все то, что называется исторической наукой. И нам бы очень хотелось, чтобы все об этом знали, и наши студенты, и те, кто приезжают в гости в Ярославле, и те, кто приезжают учиться, и кто приезжает работать. И, конечно же, мы очень хотим, чтобы этот праздник, когда закончится наконец-то пандемия, отмечался широко, и так, чтобы мы себя чувствовали причастным к великим историческим событиям, которые фактически изменили и ход истории в Европе. И, конечно, предопределили великую миссию и великую судьбу России. Спасибо большое, Александр Ильич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова